x5 диалог 2022 мы продолжаем говорить говорить со спикерами и рядом со мной Валерий Пушкарев Валерий здравствуйте доброе утро какие новые тренды в работе с поставщиками появились последний год в торговой сети пятерочка непростой год был год абсолютно непростой был мы не являемся исключением да вот если сказать и назвать и на таким словом как тренды сложно сформулировать именно таким образом но что изменилось точно это то что мы стали мы просто обязаны быть более динамичными к изменениям того что происходит на рынке да то есть но самое главное да то есть это то что не секрет некоторые поставщики приняли решение покинуть российский рынок вот либо частично либо полностью да то есть и соответственно мы на страже закрытия потребности наших покупателей да поэтому мы вынуждены были соответственно искать очень быстро на замены и альтернативы тем брендам которые уходят да то есть и одновременно с этим могу сказать что это стало таким уже ну сначала это как бы знаете такая вынужденная мера но дальше это уже перетекает уже такое в постоянное в постоянную работу что касается вот таких изменений ну ушли бренды да ушли пришли сейчас часть тех кто всегда были там в категории b как вообще работает системе поставщиками которые новые пришли как они закрывают потребности как категорийный менеджер в данном случае устойчив насколько устойчив данном случае тот категорийный менеджер который ранее разворачивался в сети знаете интересно безусловно есть бренды которые формировались там 150 лет да то есть и конечно же они несут помимо функциональное какой-то да то есть пользу они несут в первую очередь эмоциональную пользу да то есть речь вести о том что мы сейчас быстро их заменим там в головах там соответственно и в сердцах потребителя но просто неправильно да тем ни менее мы видим там допустим всех же самых категорий колосодержащих наверно близка ко многим да то есть покупателям и населению то есть мы видим в тем не тем не менее что происходит замена Происходит замена весьма быстро, да, то есть и при этом получается, что у нас уже какие-то намечаются лидеры какие-то, соответственно, вот, поэтому вот опираясь именно на этот пример, да, могу сказать, что даже в таких категориях, казалось бы, да, то есть замена происходит и происходит динамично, вот, то есть мы наблюдаем какое-то сужение категории, да, то есть мы опять-таки за счет того, что люди потребляли эти напитки именно из-за вот этой эмоциональной, да, то есть составляющей, но я думаю, что ничего не стоит на месте. Если говорить про ключевые цели и задачи, мы сегодня все равно про планы, да, так или иначе говорим, какие сейчас ключевые цели и задачи Пятерочка определяют в работе с поставщиками? Ну, у нас, я бы так, я бы сформулировал это как приоритеты, да, приоритеты нашей коммерческой стратегии, да, это в первую очередь мы хотим ориентироваться на партнерство, да, то есть это формула так называемая win-win, да, там, где мы готовы делать определенные шаги в сторону этого партнерства, партнерства, стратегического партнерства, которые, возможно, мы раньше не были популярны у нас, да, например, это долгосрочное планирование и взаимные обязательства, в том числе по объемам, да, то есть это такое, программные закупки я бы назвал, да, чтобы партнер понимал, что если для них, для него придется инвестировать отдельно только лишь, то есть под объемы X5 или пятерочки в частности, да, чтобы была гарантия того, что там в течение там определенного количества времени мы будем вместе, соответственно, несмотря ни на что, вот, второй приоритет, безусловно, это гарантия лучшей закупочной цены, лучших условий, да, для лидера рынка, какой мы являемся, вот, это важно, но тут важно и следующее, да, то есть тут не менее важно, чтобы была полная прозрачность этих условий, да, потому что не секрет, но как бы мы в работе с поставщиками-то знаем, да, что иногда не везде прозрачно, да, то есть сколько и что и чего стоит, вот, третий приоритет – это работать с ассортиментом, главным образом, смотрите, мы в пятерочке, мы, конечно же, следим за тем, чтобы у нас ассортимент был, несмотря на нашу маленькую полку, максимально широкий, да, с точки зрения восприятия, в первую очередь, да, но одновременно с этим он должен быть максимально эффективным, да, потому что наш формат заставляет нас быть максимально эффективными для того, чтобы мы могли дать больше, соответственно, пользы нашему покупателю через цену, вот, ну и, соответственно, третий – это уровень сервиса, да, то есть для нас очень важно, чтобы уровень сервиса был максимально возможный, опять-таки же, мы готовы над этим работать и готовы работать, как я уже говорил, программными закупками, да, то есть вот четыре наших коммерческих приоритета. Ну, что касается тех изменений, которые вам сейчас, вашим коллегам приходится делать, вот могли бы еще назвать, вот сейчас какую ключевую роль вот вы своим отделом исполняете вот в тех изменениях, которые в целом затеяны сейчас в торговой сети «Пятерочка»? Смотрите, ну, если кратко коснуться буквально темы изменений и трансформации, мы организационно, как вся сеть «Пятерочка» проходим серьезные изменения, да, то есть это выделение пяти территорий, да, то есть это такие, скажем, среднего уровня сеть, да, России, точно каждая из этих территорий может войти в десятку, да, вот. Также внутри и всех дирекций происходят изменения, и коммерческая дирекция не является исключением, вот. Какие мы проходим изменения? В первую очередь мы делаем структуру управления категориями, чтобы категорийные менеджеры, да, то есть чтобы они имели возможность сфокусироваться более глубоко на проработке каждой из категорий, да. Соответственно, наша структура, ну, как бы, если буквально, да, то есть она была такая, я бы сказал, больше, наверное, многоуровневая, да, то есть теперь она стремится практически к единому уровню, к одному уровню категорийных менеджеров, да, то есть, но при этом мы увеличиваем их количество для того, чтобы они смогли более узко, но глубоко проработать каждую категорию. Почему? Потому что мы понимаем, что одна из наших ключевых компетенций, где нам нужно точно нарастить мускулы, да, это знание и покупателя, и продукта, и категории. Это вот, наверное, основной блок. Но отталкиваясь уже от этого блока, касаясь, там, допустим, блока ценообразования, блока ассортимента и промо, там тоже происходит модернизация для того, чтобы мы встретили те вызовы, которые стоят на сегодняшний день перед нами. Ну, вот вы сейчас назвали, что выделяется пять категорий, пять округов, да? Пять территорий. Пять территорий. Вот насколько широка автономия есть в сети, вот именно на территориях, и особенно, знаете, все-таки в магазине пятерочка очень разная, и в некоторых случаях вот такие нарядные, красивые, которые вот недавно приехали. Знаете, очень хороший вопрос, почему? Потому что на нем, я думаю, что мне легко продемонстрировать беспрецедентный уровень автономности, да, то есть я в одном из интервью видел вас с одним из ритейлеров, где они говорили о том, что у них единая матрица абсолютно на все страны, вот, и они управляются там, условно, там, 50 человек у них в категорийном менеджменте, да. Вот, применительно к нам, да, у нас порядка 120 ассортиментных кластеров. Что это означает? Это означает, что, допустим, где-то в Эдегее, да, то есть там могут быть одни какие-то предпочтения, да, там где-нибудь на юге, знаете, не поверите, там есть условно уксус 6%, без которого категория уксусов не может состояться, вот, а в Сибири там знать не знает про такой уксус, да, то есть, но без этого уксуса там не может состояться категория. Поэтому, говоря именно о полномочиях, возвращаясь именно к вашему вопросу, мы в центральном офисе формируем методологию, идеологию, в принципе, направления развития категорий, вот, а на местах коллеги наши, они уже отвечают непосредственно за наполнение и управление полкой, да, то есть, если условно говоря, там, те же самые стиральные порошки, да, то есть, или стиральные гели, там, допустим, Москва и Северо-Запад, там, Санкт-Петербург, более динамичные, большую долю занимают гели, то где-то там, допустим, дальше, пока еще идет адаптация, она не имеет такой значимости, да, и за ними решение, да, то есть, чем наполнять матрицу, вот, я уже не говорю про какие-то местные, соответственно, привязанные больше, наверное, к локальной специфике категории фреш, ультрафреш и фров, там еще больше специфика, и мы хотим, чтобы, соответственно, там на месте мы отвечали, исходя из покупательской способности, исходя из конкурентного окружения, да, то есть, это будет адаптироваться именно это, благодаря тем полномочиям, которые у них есть. Ну, вы еще обозначили, что вы готовы заходить в какие-то более крупные, может быть, категоридные проекты с поставщиками, более долгие, а вот как вы можете, ну, в качестве, может быть, уже каких-то примеров привести того, что у вас такие истории запущены, например, на регионах, есть ли такие? Их, действительно, их большое количество, и, наверное, знаете, там, ну, хорошим подспорьем для нас для того, чтобы понимать, как работать с этим, да, это работа наша по частной марке, да, потому что не секрет, что у нас большое количество позиций, которые мы закупаем именно в программу, то есть, мы идем, мы берем на себя обязательства, там, до двух лет, да, там, два года и так далее, и с точки, ну, как бы, и это хороший опыт для нас для того, чтобы мы могли это транслировать дальше. Я не могу сказать сейчас именно о том, что, какие-то примеры привести, да, то есть, просто потому, что они, да, действительно, очень такие специфичные, локальные, да, то есть, но о том, что мы к этому готовы, мы это провозглашаем, и, соответственно, мы дальше будем ставить определенные цели и задачи команды для того, чтобы мы именно в это шли, да, потому что мы видим в этом, в этом и конкурентное преимущество, да, то есть, и залог нашего успеха работы с партнерами. — А в данном случае, скорее, вы придете к поставщику или вы будете смотреть среди тех предложений, которые уже пришли? Кто инициирует? — Я не считаю, что кто-то должен инициировать, да, то есть, как бы, ну, там, либо мы должны там инициировать, а поставщики должны сдать приглашение, либо поставщики, а мы должны, это происходит, ну, в каждом конкретном случае, да, то есть, самое главное, о чем бы хотелось заявить, во-первых, с вашей площадки, да, и огромное вам спасибо за такую возможность, это то, что мы к этому готовы, то, что мы в это хотим идти. Мы, по крайней мере, как минимум, там, где есть сложные категории, мы бы хотели бы изучить вместе с поставщиками, да, то есть, возможности в этой части, вот, а там уже, как говорится, в зависимости от интересов и поставщика, и наших интересов. — Еще один, может быть, где-то похожий вопрос, но все-таки, как меняется подход к развитию ассортимента с условиями текущего периода, да, вот, чтобы еще раз зафокусироваться, потому что у многих очень большое, вот, именно у поставщиков всегда очень большое количество внимания к этому сужаем, расширяем, все-таки куда сейчас смотрят пятерочка в категории? — Как я уже сказал ранее, смотрите, он идет в следующую сторону, как бы направление само, да, то, что мы хотим дать максимально широкий ассортимент из возможного, да, я имею в виду возможного физического ограничения наших полок, это первый момент. Второй момент, самый важный для нас, да, что ассортимент должен быть максимально эффективным, да, вот, поэтому, если на цифрах, я уже упоминал это, да, то, что мы в этом году пошли беспрецедентный шаг, мы пошли в сокращение ассортимента, в принципе, для нашего формата это очень такой, знаете, как это говорят на английском, там, болт, да, то есть такое решение, да, то есть очень сильное решение, вот, но тем не менее мы понимали, что операционно мы уже не справляемся с тем количеством средним на магазин, количество СКЮ, которое у нас было, да, минусы этого, да, то, что покупатель, он не видит того СКЮ, которое он хочет, почему, потому что физически этому СКЮ, коль уж оно высоко оборачивается, мешают соседние, которые оборачиваются хуже, вот, поэтому мы сократили изрядно, мы сократили нашу матрицу практически на 15%, вот, при этом мы видим прекрасные результаты с точки зрения восприятия широты ассортимента, то есть оно увеличилось бесспорно по всем категориям, вот, понятно, что этот процент, он варьируется в зависимости от категории категории, вот, и, как бы, пытаясь, соответственно, ответить на ваш вопрос, да, я сначала такое некое предисловие, да, то, что мы сделали, да, то есть, и обозначая, соответственно, вектор развития дальнейшего, да, то есть мы будем в дальнейшем смотреть на тем, как нам сделать наш ассортимент одновременно и максимально широким восприятие наших покупателей, и при этом, чтобы он был максимально эффективный, да, то есть сказать, что мы там дальше пойдем там последовательно сокращать матрицу, тоже будет неправильно, потому что в этом нет самой задачи, да, то есть задача, чтобы она была максимально эффективной и максимально широкой. Все-таки последнее время показало, что некоторые категории здорово сократились, ну, поставщиков просто элементарно там не стало в таком количестве. Какие-то категории максимально пострадали, есть ли, где явно вы не смогли восстановить то количество СКЮ, которых вам не хватало? Вы знаете... Где вызов для поставщика? Сейчас скажу я вам, да, то есть тут вот на этот вопрос не то, что я сейчас как бы начну вилять, да, то есть абсолютно не так, вопрос только в том, что здесь он такой немножко технический, да, смотрите, мы никогда не глядим на матрицу в размере количества ПЛЮ, в размере количества СКЮ. Мы смотрим в количестве потребностей, которые мы закрываем, да, глядя на сегодняшний день по количеству СКЮ на потребность, да, я могу сказать, что мы нигде, за исключением, наверное, только крепкого алкоголя, да, сильно не то, что не заметили, да, то есть ничего какого-то такого фатального не произошло, это первое. Вот, то, что в категории, допустим, то же самое колосодержащих, да, то есть да, знаменитые бренды ушли, но на их место пришло гораздо больше, и у нас там сейчас количество СКЮ на потребность даже больше, да, вот это первый момент. А вот в крепком алкоголе там действительно были знаменитые бренды, да, то есть не буду сейчас называть, абсолютно ни в коем случае как бы не хочу этого делать, вот, но тем не менее это произошло, и их заменить очень сложно, да, потому что действительно как в вине, так и в крепком алкоголе это весьма сложно сделать. Но, тем не менее, попытки делаем, да, то есть мы тестируем, пилотируем, и в этом смысле как бы количество, опять-таки же, как я сказал уже технически, да, то есть количество СКЮ на потребность, оно у нас не изменилось фундаментально. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, видите, не так вот просто как бы, да, то есть что же произошло. Вот, поэтому вот как бы такой ответ, он немножко витиеватый, но потому что вот он технически не такой простой. Хорошо, а тема СТМ, но нельзя не затронуть. Вы уже упоминали, что с СТМ вы активно работаете, и в том числе в двухлетних каких-то горизонтах. Сейчас фокусным образом, какие СТМ вы в первую очередь акцентируете? Планируете ли условно уходить в более низкий ценовой сегмент, больше в эту историю смотреть? Или все-таки, ну, как сейчас строится стратегия работы с СТМ? Знаете, главным образом, что мы хотим поменять и меняем в работе с СТМ, оно зависит в первую очередь от того, в какой стадии развития находится СТМ сейчас, да. И очевидно, что мы сейчас прошли такой, или проходим такой рост, гиперроста СТМ, да. То есть, ну, не секрет, что у нас там доля там порядка 20 с лишним процентов, и это очень высоко даже как бы по меркам индустрии, да, то есть ритейла, тем более для нашего формата, вот. Вместе с этим я понимаю, что мы набрали определенный пул марок СТМ, да, с которыми нам нужно, а, во-первых, их обновлять, да, и двигаться еще в новые, да, так называемые домены, да, то есть новые какие-то категории смотреть. Поэтому мы больше, наверное, переходим сейчас в стадию такого, наверное, не за счет органического роста, да, то есть добавления именно каких-то марок, да, там, соответственно, замена каких-то брендов, да, то есть, а больше, наверное, уже в такое именно, мы ожидаем от того пула марок, который мы уже набрали, да, чтобы они начали расти, да, и мы это видим, и чему очень рады, допустим, там, в молочной продукции, да, то есть мы видим действительно очень большой как бы рост именно доли наших СТМов. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, больше, наверное, такой именно рост доли текущего портфеля СТМ, да, то есть такого именно поступательного движения. Одновременно мы будем продолжать, естественно, искать возможности для органического роста, то есть, ну, просто заменяя в каких-то категориях бренды, вот. Если раньше это было именно, ну, наоборот, фокус был именно на то, что мы как бы больше органически росли, да, то есть набирая большее количество марок. Немножко уточняющий такой момент касаемо, например, готовой еды, вот то упакованной готовой еды, которую достаточно много начали предлагать в магазинах. Как вообще сейчас поменялась история в этой теме? Дмитрий Медведев упомянул, что был там резкий снижение, сейчас восстанавливается спрос. В вашем случае, как эта категория себя чувствует? В нашем случае, да, опять-таки же, мы же, опять-таки же, преследуем все-таки разные CVP, да, то есть мы и перекресток. Поэтому в этом смысле мы какого-то вот такого некого снижения не могу отметить. Единственное, что возможно, возможно, то, что могу сказать, да, то, что темпы роста, они в этом году немножко подснизились, но они по-прежнему двузначные и высокие. Да, поэтому в этом смысле сказать, что вот как-то вот что-то там произошло, изменилось, ну, на примере нашей динамики, наших цифр, я такого не отмечаю. Ну, и уже в финале предлагаю как бы обозначить ключевые фокусные задачи вашего отдела у вас вот на ближайший год. Смотрите, наши ключевые фокусы, как я уже сказал, там, порядка четырех ключевых приоритетов. Первый приоритет, разумеется, это работа с поставщиками и такое стратегическое партнерство, да, то есть мы хотели бы действительно искренне, не на словах, поменять вектор нашего развития взаимоотношения с партнерами, да, то есть в сторону именно стратегического взаимодействия, то есть долгосрочного взаимодействия, да, то есть второй приоритет, безусловно, это понимание и действие в сторону обеспечения лучшей закупочной цены и условий для лидера рынка, да, для нас это крайне важно, мы много сделали, тем не менее много еще предстоит делать, да, то есть и активно приглашаю поставщиков вместе поработать над оптимизацией ассортимента, да, чтобы он стал, опять-таки же, и одновременно широкий, и эффективный. Спасибо большое. Коллеги, изучайте все видео, которые мы записываем в рамках проекта X5 Dialog 2022 и меняйте, возможно, вашу стратегию для того, чтобы эффективно работать вместе, например, с сетью Пятерочка. Спасибо большое. Спасибо.